Приветствую! Приветствую всех телезрителей, всех друзей из общины Дом Веры и слава Господу, что мы прекрасная Божья семья и мы сейчас находимся, чтобы пребывать в Слове Божьем и углубиться в Священное Писание и открыть что-то, возможно, новое для себя или закрепить, обновить то, что мы уже знаем о нашем Господе. Иисус Господь, Ему принадлежит вся слава. Почему сегодня мы взираем на Иисуса? Потому что Иисус – совершенный Божий Сын. Кто угоден Богу? Можем ли мы угодить сегодня Богу? Мы своими делами, своими мыслями, своими эмоциями. Мы Богу угодить не можем без веры. И поэтому нам нужно в кого-то верить, в того, кто угодил Богу. И мы знаем, что такой личностью является Иисус Христос. Когда мы с вами говорим о том, что мы находимся на лозе, мы привиты к лозе, мы находимся в Иисусе, это значит, мы живем им. Это значит, мы живем Его заслугами. Мы живем Его эмоциями, Его мыслями, Его настроениями, потому что мы привились к лозе. Потому что без этой лозы мы ничего не можем делать. Конечно, точнее сказать, мы можем что-то делать, но наши дела будут плотские, возможно, греховные, возможно, амбициозные, мотивированные какими-то нашими личными эгоистическими желаниями, и они не принесут достойный плод Богу. Бог ожидает от нас плода, которые мы принесем в Иисусе Христе, но никак не вне Иисуса. Сегодня я хочу поговорить с вами, дорогие друзья, о очень важной части нашей жизни, с которой все начинается. Все наши действия, все наши реакции начинаются с наших мыслей, с нашей головы. И что мы думаем? О чем мы мыслим? И не случайно Иисус был распят на лобном месте, называемое Голгофа, на месте черепа. Это место переводится череп. И он был распят там не случайно, потому что это то место, где был нанесен самый главный удар по голове дьявола, по дьяволу, чтобы наши мысли с вами были изменены. Давайте посмотрим, что говорит нам Священное Писание. Оттолкнемся от этого текста и поразмышляем, почему так важно, чтобы у нас были правильные мысли. И в кого мы должны верить, и о ком должны мыслить, почему мы должны так мыслить. И откроем вместе со мной 2 Коринфянам. У меня уже открыто это местописание. Второе Коринфянам, 10 глава, и мы прочитаем с 3 по 6 стих. Читаем. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Здесь мы остановимся. Апостол Павел говорит нам о важности того, что наше сражение происходит не по плоти. Оружия воинствования наше не плотские. Мы не воюем по плоти. Что такое плоть? Плоть – это наша биологическая сущность, наша душевная сущность, наша человеческая сущность. Это есть плоть. И Павел говорит, что мы не воюем по плоти. Все, что происходит вокруг нас, мы вовлечены в сражения, которые происходят в нашем разуме. Все, что начинается в жизни человека, оно начинается с его мыслей. Начинается с того, какую мысль мы принимаем и как мы реагируем на эту мысль. Чаще всего наши реакции, даже наши эмоции, наши воспоминания, они могут, вот наши воспоминания, именно мыслительные процессы, они могут привести к нашим реакциям. Мы можем впасть в уныние, мы можем впасть в какое-то эмоциональное переживание, потому что мы что-то вспомнили, и это привело нас к тому, мы о чем-то подумали, и это привело нас либо в депрессию, либо в ступор, либо в восторг какой-то. То есть наши мысли. И я думаю, каждый из вас согласится, что все начинается с наших мыслей. Если мы научим подчинять свои мысли Богу и Его Слову в нашей жизни, в нашем теле, в наших обстоятельствах, будет победа, будет проявлена слава Божья. Его победа, которую он одержал над врагом. Дьявол знает, откуда идет наш источник, он стратег, он уже шесть тысяч лет у него опыта ведения войны с детьми Божьими через разум. А у нас с вами очень маленькая практика, мы с вами живем-то сколько лет-то всего-то, кто сколько, маленькие жизненные отрезки, а он стратег, он знает, как нас атаковывать. Он вселяет в нас мысли, и мы принимаем их за свои, и начинаем следовать за ними, принимаем их, и можем принять через эти мысли поражение. Но давайте посмотрим на того, кто совершил для нас эту победу. Нашей жизнью является Иисус. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Иисус есть наша жизнь, Иисус есть наше дыхание, Иисус есть все для нас, Иисус есть чемпион, он победитель, он победил врага. И Иисус имеет светлые мысли, поэтому нам важно всегда направлять свои мысли и погружать их в Иисуса. Как мыслит Он, как поступает Он, в какой позиции Он находится перед Богом, в такой позиции мы с вами находимся перед Отцом Небесным. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь. Что такое твердыни? Твердыни – это всякие, это сформировавшиеся какие-то стереотипы, накопленные мысли в наших головах. У нас есть определенные твердыни, определенные стереотипы восприятия жизни, восприятия ситуации, уже закостеневшиеся, такие твердые, на которых мы основываемся. Вот если я так сделаю, вот если я так поступлю, вот если я так подумаю, то результатом будет вот это, а если я вот так, то будет результатом вот это. То есть у нас есть определенные понимания, понятия, которые мы сформировали или нам сформировали в процессе нашей жизни. Но посмотрите, что говорит нам апостол Павел. Он говорит нам такие важные вещи в пятом стихе. Ну, с четвертого начнем. Это тоже место писания. Второе – Коринфянам, десятая глава. И четвертый и пятый стих еще раз прочитаем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Нам очень важно пленять наше помышление. Что такое пленять помышление? Это значит подчинить, захватить в плен наше помышление и подчинить его послушание Иисусу. Иисус – Сын Божий, Он послушный Отцу Небесному. И когда мы понимаем, что наши мысли должны быть его мыслями, то есть, когда наши мысли мы берем от него, или мы погружаем себя в его мысли и смотрим на него, как на совершенную позицию перед Богом, то, что Иисус, вы согласны со мной, что Иисус всегда правильно мыслит, что Иисус, его мысли всегда святы. Если мы будем смотреть на свои мысли, то мы увидим, что наши мысли часто бывают несвяты, наши мысли бывают темными, бывают сомнительными, бывают вообще ужасными мыслями. И мы иногда думаем, о, это мои мысли, о, какой я ужасный человек, как я могу так мыслить, как я могу допустить это? Но знаете, эти мысли у нашей головы есть из-за того, что мы грешники, мы рождаемся в этот мир уже грешниками. Мы не становимся грешниками из-за того, что мы согрешили, вот я родилась, прожила какой-то период жизни, согрешила и стала грешницей. Нет, или из-за того, что я продолжаю грешить, я родилась уже грешницей. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из Священного Писания, от того, что нам говорит Слово Божие. И вы вместе со мной откройте, пожалуйста, Римлянам, Римлянам, пятую главу, и мы с вами прочитаем девятнадцатый стих. Обратим внимание на девятнадцатый стих. Римлянам, пятая глава, девятнадцатый стих. Как непослушанием одного человека сделались многие грешными. Остановимся. Как непослушанием одного человека сделались многие грешниками. О каком человеке идет речь? Один человек, который был непослушен, и из-за него все стали грешными. Конечно, вы догадались, эта речь идет об Адаме, об отце человечества, того, которого создал Бог. И наверняка у каждого из нас есть какие-то мысли относительно Адама. Вы знаете, я просто уверена, что у многих, вот у меня тоже был этот жизненный период, когда я говорила, о, я приду когда на небо, я обязательно встречусь с Адамом, обязательно задам ему вопрос. И наверняка, и я слышала так много таких же вопросов от моих братьев и седер, все говорили, «О, Адам, о, Адам, что ты наделал? Куда ты нас привел? Если бы не ты, Адам, мы бы сегодня не жили в грехе, если бы не жили сегодня в проблеме». Нет, дорогие друзья, нет, не Адам виновник. Но я думаю, что у каждого из таких были мыслей, мы думаем, вот, Адам. Посмотрите, Писание нам говорит, непослушанием одного человека сделались многие грешными. То есть мы сделались грешными, мы родились грешниками. Эта греховная наследственность, она вошла в нашу природу из-за непослушания Адама. Да, он был непослушен, и это сделалось так, привело к тому, что все люди стали грешными. И даже если мы сегодня выбираем праведность, все равно у нас есть несовершенные мысли, несовершенные реакции, поступки, слова вылетают из нас. Обижаемся мы, обижаем кого-то. Мы несовершенны из-за того, что мы грешники. Но посмотрите, есть надежда, есть свет Божий, есть милость Божия. Следующий стих говорит нам о том, что послушанием одного сделаются праведными многие. Если из-за непослушания Адама все стали грешными, то из-за послушания одного сделаются праведными многие. Каким образом мы становимся праведными? О ком здесь идет речь? Послушанием одного. Это речь идет, конечно же, об Иисусе Христе, потому что Он, абсолют совершенства, Он был послушен Отцу во всем, Он послушался. И из-за Его послушания мы сделались праведными. Обратите внимание, дорогие, мы сделались праведными. И теперь, глядя на это, с кем мы себя будем отождествлять? Будем мы себя отождествлять с грешником, с Адамом, с греховной природой, со своей плотской природой, тогда в нашей голове всегда будут эти твердыни, эти мрачные мысли, и мы будем принимать эти мысли от дьявола и соглашаться с тем, что я такой-сякой розыдакий, я лживый человек, я ленивый, я неудачник, я негодный человек. Эти мысли нам посылает дьявол. Посмотрите, как его стратегия работы над нами какая. Он не говорит, мы вот, подумай о том, что ты вот, он даже не преподносит нам мысль такую, ты негодный человек. Он говорит внутри нас, говорит, я негодный человек. И мы сразу это местоимение прилепляем к себе и думаем, что это наша мысль, и начинаем о себе думать так. Я неудачник, у меня опять не получилось. Я плохой человек, я, наверное, что-то не знаю, я не домолился, я еще для себя не получил откровения. То есть мы отождествляем себя с этими мыслями, и тогда мы терпим поражение, и мы тогда опускаемся вниз, падаем вниз в сторону депрессии, уныния и печали, потому что мы согласились с нашими мыслями. Но, дорогие, давайте посмотрим на того, с чьими мыслями нам надо согласиться. И это является Иисус. Поэтому нам важно послушаться Иисуса, пленить свои помышления в послушании Христу. Нам нужно подчиниться мыслям Иисуса, согласиться с его мыслями. А он, Иисус, он стоит в позиции перед Отцом абсолютно послушный. Вы со мной согласитесь с тем, что у Иисуса нет поганых мыслей, у Иисуса нет грязных мыслей, нет лживых мыслей, нет неправильных мыслей. Вы согласитесь со мной в этом? Аминь. Потому что он мыслит правильно, он не поражен грехом. У него нет мыслей говорить о себе, что я неудачник, что я такой-сякой, что я плохой человек. У него светлые мысли. И наша с вами задача верить, по вере, исповедовать и присоединять себя к Иисусе. Мы по вере привиты к лозе, мы по вере принимаем эти мысли от Иисуса. И еще больше мы можем утвердиться в своем спасении, потому что мы погружены в Иисуса. Если мы находимся в Иисусе, если мы себя всегда отождествляем с Ним, если мы в Нем, то мы не потеряем нашего спасения. Посмотрите, что говорит нам апостол Павел в послании к филиппийцам. Извините, в послании к филиппийцам. Первое послание к филиппийцам. Мы откроем с вами пятую главу. Первое послание к филиппийцам. Пятая глава. И восьмой стих. Мы прочитаем с вами восьмой стих. Мы же, будучи сынами дня, до трезвимся. То есть всегда бодрствуем, всегда будем трезвыми, потому что мы сыны дня. Мы сыны не тьмы. Послушайте, дорогой человек, ты не сын тьмы. Ты не сын дьявола. Ты не сын тьмы. Ты сын и дочь света. Божья дочь. Поэтому он говорит, мы сыны дня, трезвимся. То есть будем всегда трезво смотреть на эту ситуацию. Будем смотреть на Господа, облегшись в броню веры и любви. У нас броня веры и любви. Потому что мы погружаемся. Мы верою принимаем то, что сделал Иисус для нас. Мы верою принимаем Его победу. Мы верою погружаем себя в Иисуса. Мы верою отождествляем себя с Ним, потому что Он есть абсолютный, идеальный человек. Совершенный человек. И мы призваны смотреть не на себя, не на свои недостатки и поражения, но смотреть на Иисуса. И в шлем надежды спасения. Куда одевают шлем? Шлем одевают на голову. И мы одеваем этот шлем верою, что мы спасены. Мы имеем надежду спасения. И что такое слово надежда? Я вот здесь вот выписала, сейчас открою. Надежда. Надежда – это греческое слово «элпис». Элпис – уверенное ожидание добра. Посмотрите, как переводится слово надежда. Уверенное ожидание добра. Давайте вместе скажем. Я имею надежду спасения. Я уверенно ожидаю добра. Другими словами. Дорогие мои, чего мы ожидаем? Куда направлены наши мысли? Мы их направляем на спасение? Мы их направляем на хорошее? Или мы ожидаем плохого? Мы призваны ожидать хорошего. И поэтому мы одели этот шлем надежды спасения. То есть мы отождествили себя с тем, что мы ожидаем хорошего. Мы ожидаем спасения, мы ожидаем проявления Божьей любви в нашей жизни. И поэтому наши мысли направлены на доброе, направлены на хорошее. Мы уверенно ожидаем хорошего. Почему мы уверены в том, что Иисус всегда имеет правильные мысли? И в этом нам поможет образ, который мы видим с вами в Старом Завете, потрясающий образ, через который мы понимаем, кто такой Иисус. Потому что один из образов, через который нам открыт Иисус, и мы понимаем его позицию в Боге, это он является нашим первосвященником. Он является первосвященником, поэтому нам важно увидеть первосвященник Старого Завета. И мы с вами откроем, у меня тут вторая Библия, закладок не хватило, у меня вторая Библия, и я открою его, потому что у меня здесь закладка. И мы с вами прочитаем из книги «Исход», «Исход», 28 глава, и прочитаем с вами с 36 по 38 стих. Давайте внимательно посмотрим, чему нас учит священное писание, образ, который оставлен нам в Старом Завете. Мы как-то с вами говорили о том, что все, что есть в Старом Завете, это образы, это была тень совершенного образа. Все, что было в Старом Завете, указывало на Иисуса Христа. И мы с вами находимся в Новом Завете, но образы, потрясающие образы священного писания, Ветхий Завет, они показывают нам на Иисуса. И глядя, как совершенно Бог все устроил, мы влюбляемся и открываем для себя Иисуса еще больше. И вот в книге «Исход», 28 глава, с 36 стиха мы с вами прочитаем про первого священника. У него было определенное одеяние, он одевался, и каждый элемент его одежды означал и показывал одну из грани Иисуса Христа. И вот мы с вами посмотрим, о чем здесь идет речь. 36 стих. «Сделай полированную дощечку из чистого золота, вырежь на ней, как вырезают на печати». То есть выгравируй, вырежь на ней святыня Господня. Золотая табличка, пластина, дощечка из чистого золота, и на ней вырежь святыня Господня. И для чего это нужна дощечка? Читаем дальше. «Прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это была шапка на голове у первого священника. «И прикрепи ее так, чтобы она была на передней стороне кидара». Это значит на лбу шапка одевалась вот так. Если вы посмотрите в интернете, вы можете задать в поисковик «Одежда первосвященника», и вы увидите одежду первосвященника, и там даже есть такие схемы, где расписано, какая часть, что означает. И вот здесь вот была полированная золотая дощечка прямо на лобном месте, прямо на лбу. И на ней было написано «Святыня Господня». И будет 38 стих. «И будет она на челе Аарона, Аарон первосвященник, первый первосвященник Израиля, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Аллилуйя! Посмотрите, что делал Аарон. Аарон приходил во святое святых, и он представлял весь Божий народ. И у него должна была быть вот эта вот дощечка на голове, маленько полированная, написано «Святыня Господня», чтобы с этой дощечкой он ходил во святое святых. И что она выполняла, какую функцию? Посмотрите, потрясающий стих, потрясающее откровение, 38 стих. «Она на челе, и Аарон несет на себе недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых». Мы приносим наши дары Господу, но наши дары несовершенны. Согласны с этим? Когда мы прославляем, вот наши дары, мы приносим финансовые дары Господу, мы приносим молитвенные дары, то есть в молитве мы славим Его, мы поклоняемся Ему, мы провозглашаем Его славу, Его величие. Все это дары наши Господу, но они несовершенны. Посмотрите, они написаны «человеческие дары несовершенны». Наши мысли, даже наше поклонение, наше прославление Господу через наши мысли, потому что во время прославления участвуют и наши мысли, наши чувства, и они несовершенны. Согласны? Они несовершенны. И вот именно вот это присутствие этой дощечки на голове Аарона, оно покрывало недостаток, несовершенство наших, недостатки наших приношений и всех даров, которые мы приносим. Покрывало, покрывал Аарон. И посмотрите, что оно выполняло. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Все должно было быть в совершенстве одето на Аароне. У него были и еще нарамники, у него еще был нагрудник. Нарамник служил для того, чтобы здесь на каждом этом нарамнике были выгравированы имена. На одном было шесть колен Израиля, на другом было шесть колен Израиля. На табличке, которая висела у него на груди, было двенадцать колен Израилевых. То есть Аарон, первосвященник, нес на себе весь народ. Он должен представлять весь народ. И он был у него на груди, на его сердце был народ. На его плечах, символ власти, был народ. И на табличке, табличка на голове, на челе была написана святыня Господня. То есть это показывало на то, что Аарон приносил святыню Господню пред Богом полностью. И когда он представал перед Богом, этот первосвященник, то все недостатки приношения, а люди же приносили приношения, они же славили Бога, они же приносили жертву. Ну почему этого было недостаточно? Ну каждый же приносит, каждый приходит, каждый славит. Нужен был первосвященник, который недостатки всего этого приносил. Потому что первосвященник Израиля, это был образ Иисуса Христа. Сегодня Иисус Христос, наш первосвященник, Он стоит перед Отцом на небесах, Он по правую руку Бога Отца, потому что Он проявил послушание, потому что Он свят, потому что Он непорочен, потому что Он идеален, Он абсолют красоты и совершенства. И Отец, когда смотрит на Иисуса, каким Он видит Иисуса? Скажите, Он видит Его совершенным, непорочным, послушным, идеальным, с идеальными светлыми мыслями, мысли праведности, святыни, святости и чистоты. А где находимся мы в этот момент, дорогие? Если мы находимся в своих мыслях, мы себя оторвали от лозы, мы оторвали себя от Иисуса и ставим себя в позицию негодного человека, ставим себя в позицию позорного, грешного человека. Но наша позиция – это быть в Иисусе. И когда Бог смотрит на тебя, ты молишься в своей комнате, ты взываешь к Нему. Послушайте, если Он будет на нас смотреть просто как на нас, то мы ничем не заслужим Его благоволения. Наших приношений недостаточно, нашей хвалы недостаточно, но несовершенно. Но когда Он смотрит на нас в Иисусе, тогда Он видит совершенство Иисуса, и Он благоволит к нам. Поэтому нам, дорогие, нужно быть всегда в Иисусе, всегда отождествлять себя с Иисусом, с Его совершенством, с Его славой, с Его победой. И когда дьявол приходит и сеет в твои мысли слова, что ты негодный человек, и ты говоришь, я негодный человек, я лентяй, я неудачник, я больной, тогда ты соглашаешься с дьяволом, с его позиции. Но когда мы говорим, пошел вон дьявол, даже, знаете, не то, что ты говоришь, пошел вон дьявол, а ты говоришь, я святой и праведный, я оправдан Иисусом, я нахожусь в Иисусе, я здоров, потому что мой Иисус здоров. Я имею светлые мысли, потому что Иисус имеет светлые мысли, я победитель, потому что Иисус победитель, я живу не сам по себе, я живу в Нем, я живу в Иисусе, я живу в Его свете, я живу в Его любви. Ты, дьявол говорит, ну ты, ты, ты мало молишься, ты не домолился, ты не дочитал Библию, а мы говорим, я во Иисусе, я свят, молитвы Иисуса достаточно пред Отцом Небесным, я в Его молитве, я в Его святости, я в Его праведности, я в Его милосердии, ты не такой добрый, ты не такой милосердный, и посмотри, ты злой человек, и ты думаешь, я злой человек, я злой, я не добрый, я не милосердный, я вообще не сострадательный. И ты начинаешь себя таким делать, и ты таким становишься, когда начинаешь это делать, это мыслить. Но когда ты начинаешь мыслить, каков Иисус, и мы вспомним первый стих, который мы с вами прочитали, что мы пленяем всякое помышление, послушание Христу. И как нам узнать, какой Иисус? Читать Библию, раскрывать для себя, пребывать в Писании, углубляться в Писание, потому что через Писание мы соединяемся с Иисусом. Когда мы читаем это слово, мы с ним соединяемся, мы сливаемся с ним воедино через его слово. Наши мысли мы подчиняем Иисусу, мы думаем об Иисусе, какой Он прекрасный, какой Он совершенный, какой Он восхитительный, какой Он идеальный. И когда мы так думаем о Нем, и мы видим себя в Нем, а я-то в Нем, я-то на этой лозе, я-то питаюсь этим соком, я живу этими мыслями, как мыслит Иисус, какой позиции Он стоит перед Отцом, и я в такой позиции. Поэтому, дорогие, Писание нам говорит, каков Иисус, таковы и мы в этом мире. Так Писание говорит нам, 1 Иоанна 4, 17. Мы не будем это открывать, вы можете посмотреть, 1 Иоанна 4, 17. Посмотрите, там написано. Кстати, в нашем переводе написано не очень, у нас неправильно переведено, я все-таки, наверное, все-таки открою этот стих. Он у меня тоже, 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 тоже был, должен был заложен. Да, вот, 1 Иоанна 4, 17 стих. Любовь до того, можно вывести на экран, 1 Иоанна 4, 17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что в этом мире, как Он, здесь в русском переводе написано поступаем, как Он, но мы, если нам сказать, что я поступаю точно так же, как Иисус, это будет далеко не так. Мы можем какие-то моменты жизни поступать, как Иисус, но мы часто поступаем не как Иисус. Мы разочаровываемся, мы обижаемся, мы можем ранить кого-то словами. Скажите, вы никогда никого не ранили словами? Вы никогда никого не унизили? Вы никогда ни о ком плохо не подумали? Нет, но мы в этом мире, как Он, то есть мы Его, Его отражение, когда мы погружаем себя в Иисуса, когда мы свое помышление помещаем, пленяем в послушание Христу. И это есть наша битва, наше сражение в разуме. Что думает наша голова? Наша голова пусть думает, что мы всегда в Иисусе. Направляйте свои мысли в Иисуса, и дьявол будет атаковывать вас плохими мыслями, а вы говорите в этот момент, я в Иисусе, я здоров, я благословен, я спасен, я дитя Божье, я дитя Света, я праведен, я милосердный, я успешный, я добрый. Направляйте свои мысли в Иисуса Христа, каков Он, таковы и мы. Итак, дорогие, наш эфир подошел к концу, и я хочу, чтобы сейчас мы с вами помолились и благословили свой разум и направляли свой разум в Иисуса. Очень коротко, и потом наше время уже закончится. Отец, мы благодарим Тебя за совершенную жертву, за Сына Твоего Иисуса Христа, и наше желание быть в Иисусе. Поэтому мы пленяем наше помышление в послушание Христа. Мы помещаем свои мысли в Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, я надеюсь, что этот эфир, это слово послужило для вас благословением. Желаю вам благословения, чтобы вы помните, вы всегда в Иисусе, вы всегда победители. Поэтому даже если внешне вы видите что-то не так, то в этот момент сразу же направляйте свои мысли в Иисуса, в Его совершенство, в Его красоту, в Его великолепие и в Его величие. Да будет Ему вся слава. Благодарю вас за участие в этом эфире. Благословляю вас, дорогие друзья. Да будет вся слава и честь нашему Господу. Мы заканчиваем наш эфир. Прощаюсь с вами. Я была с вами Лариса Максимова. Всего доброго. Увидимся вновь в следующий раз. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok